рот всем привет темнота у нас с утра все октябрь больше у нас не будет светло так едем 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 мы возить отсев заправил я полный бак ой какие-то тут какашки кто-то разлил у нас на горке возить отсев с андреем нужно две машины камаз мы продали к базе коз да не на самом деле чё там жалеть решение считаю правильное потому что но с водителем полная беда сейчас что-то там придумывать не придумывать потом еще плюс если я сейчас его не сделаю следующему году если там конкретно соберусь водителя найти или найду его камаз не будет готов к тому чтобы на нем работал водитель то есть нужно заменить на драмник там и за какие-то там еще маленькие там недочеты и сделать в принципе их особо-то и не было но все ровно нужно денег вложить а в начале года как обычно у нас их особо-то и нету короче сейчас вот есть одна тема над ней работаем в ближайшем видео все покажу куда мы сейчас деньги потратим как-то так ладно мчим у нас два рейса может быть 3 посмотрим то есть они либо до обеда работаем там чуть попозже либо до вечера не позднего так более-менее всем утра уже светло кайфово но скоро и всем утра будет темновато конечно на улице в принципе еще тоже тепло нормалек но нам надо в ближайшее время срочно так скажем порядке уже поменять радиатор печки здесь на мерседесе потому что у меня третье положение а я сижу в куртке и в капюшоне то есть так вот так есть вопросы я скажу что мне жарко или как-то я там спотел мне вот реально прохладно даже еще то есть из печки дует такой тепленький приятный приятный воздух и горячий вообще скорее всего радиатор потому что ну по-другому не может быть мне еще эта штука сломалась крутилка который холодную и горячую делает но она сломалась когда уже ну когда я хотел наоборот на холодную перевести то есть она не крутится на холодную поэтому я думаю даже я уверен что это радиатор у нас печной попробую закрыть этот вопрос на этих выходных хотя бы купить его а там посмотрим надо будет выбрать время поменять как раз вместе с антифризом антифриз бы тоже надо поменять на машине пора уже тоже неизвестно какие морозы у нас будут сильные и не сильные причем я уже сюда воды добавлял когда у меня шланг этот печной вернее трубка на печку потекла так что есть вопросы есть вопросы попробуем попытаем счастье заехать в пмк карьер где у нас дешевый отсек не знаю что там с очередью и самое главное что с погрузчиками грузят они там не грузили как обычно где-то ездят или где-то сломанные стоят и вообще чай пьют какой карьер вообще смешной я просто в шоке с них могут реально могут бабки рубить у них щебень в принципе дешевле чем у всех вагоны постоянно к ним приезжают они грузят но не могут купить новые погрузчики ну вот ну хотя бы китайские вот эти вот ну блин у них китайские тоже погрузчики но они уже все они уже все свое там выжили прожили не знаю 7.52 получается через там они ну плюс-минус как обычно задержатся минут через 20 будут запускать посмотрим будет там очередь не будет вот влсрский карьер есть очередь но здесь тоже непонятно я так и не понимаю здесь у них отсев серый тоже надо как-то узнать за наличку они грузят там ребята кто смотрит кто был влср вот в этом перед пнк напишите что там в подсеву сколько он стоит грузит ли частников ну сразу за наличку приехал купил просто в пнк на весы приезжаешь оплачиваешь сразу же и уезжаешь это очень удобно ну по народу раз два три четыре пять пять машин полуприцепов обычно до пяти должны запускать то есть мы будем стоять снаружи пока первое не выйдет там посмотрим да кузовок у нас великолепный просто здесь короче тоже прогорело нахрен черт побери надо будет здесь ставить заплаточки отсюда до сюда вот такие же как здесь в принципе не сложно но все равно ладно сделаем попозже в 8 20 как обычно запустили пять машин и потом уже будут запускать когда груженая выезжает пустая одна заезжает ну такая схема надеюсь что погрузчики работают надеюсь что оба и мы в принципе должны погрузиться быстро но это не точно а второй рейс уже будем смотреть выбирать если здесь будет такая жопа не знаю лучше переплатим и поедем в другой карьер грузиться пнк как обычно радует меня мы уже здесь стоим час сорок еще наверное минут тридцать как минимум я буду грузиться это как минимум ну наконец-то я гружусь причем я гружусь сейчас без очереди там передо мной стояли 4 машины не знаю каким образом мне так повезло но я подъехал он здесь что-то ковырялся с отсевом ну кучковал конус я подъехал он меня начал сразу же грузить не знаю сейчас мужики меня там захейтят просто уничтожить погрузил я тоже в принципе отлично 26 с копеечками тонн более чем хорошо так и планировал хорошо что здесь можно вставать на крышу и жестикулировать сколько тебе нужно насыпать отсева единственное что криво горой горбок посередине но по кубатуре зато вообще все ок единственное Андрюха попадет сейчас они сейчас поедут там вагоны догрузить ну там пару ковшей кинуть и если он поедет грузить сейчас чпс это вообще жопа он сейчас будет ждать пока погрузит 4 полуприцепа не знаю что наверное без него поеду что приехал рассыпаем кучками как обычно вот такие кучки здесь у меня так все нормально все закрылось крючки у меня закрылись все можно ехать за второй Андрей сейчас должен подскочить через полчасика где-то наверное как раз у меня навстречу попадет у меня вот обед с собой есть а у Андрея нету не знаю буду его сейчас ждать где-нибудь или нет короче решим здесь правда въезд узкий такой ужас просто еще здесь эти постоянные жесть ветки дурацкие рацию антенну рации постоянно мне сбивают садоводство здесь на зилах ездит а я тут на четырехосном мерседесе катаюсь я когда начинал свой свой бизнес самосвальщика на 55 111 с КамАЗ у меня был на клиниях но вот сюда мы только ездили то есть я только и работал по таким местам прикиньте сюда вот так приезжаешь сюда надо заехать или сюда надо заехать но здесь еще более-менее те кто утапливает свои заборы там получается норм вот сейчас здесь вот я блин свой антону то и снесу как же жалко царапается кабина конечно от таких еловых веток то не а зеркало разогнулось привет черт возьми ладно сейчас поправлю поеду дальше так тормознул я у магнита сейчас пойду куплю попить водички себе что-то как-то у меня сегодня животик немножечко болел не знаю почему так что я на водичке Андрюшка проехал сейчас он разгрузится где-то наверное минут через 15-20 приблизительно я уже в это время буду практически на трассе скорее всего то есть буду подъезжать не определились мы в какой карьер все-таки поем наверное не поем больше в ПНК поем в ГКУ там посмотрим сейчас я Андрею тоже куплю йогурта чтобы он поел у меня-то был с собой обед я покушал вот как-то так кстати ребятки может быть кто смотрит меня там или кто знает где можно купить хороший контрактный мотор на легковую машину в данном случае мне нужен он на форт я сейчас очень ищу мотор мне нужно сейчас купить мотор до нового года чтобы было время его установить свою кто не знает у меня есть гоночные автомобили но нужно его собирать потихонечку чтобы в следующем году желательно выехать на нем так что если кто знает где купить мотор хороший контрактный то пишите буду благодаря короче мы решили ехать все-таки в ГКУ ПНК нафиг потому что потому что когда Андрей выезжал ребята просто тупо разворачивались и ехали в другие карьеры либо кто-то вообще домой уезжал ну там по рации просто велась беседа и ребята просто в шоке от того насколько отвратительно работает карьер просто отвратительно я не знаю ну блин ну как можно так вот ты имеешь причем у них там есть даже даже по-моему три погрузчика если я не ошибаюсь а работает всего один и еще и плюс добавок ко всему и там работает какой-то дедушка дедушка работает вы понимаете что он меня криво погрузил просто пипец я с таким горбом жестким я вот реально замужился кидать лопатой то есть если вы захотите погрузить по борта ну это будет просто нереально никогда в жизни вас не погрузят по борта это сто процентов он аккуратненько так все четенько делает но криво реально криво он не понимает куда там что кидать туда-сюда поэтому вообще невероятно поэтому едем в КПУ там у нас выйдет с машины где-то плюсом полторы тысячи рублей но зато мы приедем погрузимся и уедем там грубо говоря а в ПНК скорее всего мы приедем и встанем часа на два либо два часа либо полторы тысячи ну я не знаю вечер не хочет стоять за полторы тысячи два часа я может быть сегодня еще успею кусочка отвезти и заработаю денежку как-то так ладно едем Андрей меня догоняет потихонечку я особо не тороплюсь он поедет и другой дорогой а я поеду по трассе по Скандинавию в карьере очередь большая колесики у меня начинает уже так прилично жрать с этой стороны пипец конечно знаю может быть их местами надо поменять развернуть попробовать а еще а еще а еще а еще воздух уходил оказывается не только вот этот шланг который на компрессор а здесь у нас еще в ресивере трещина оттуда прям дует ну так прилично дует реально прилично да тоже короче новый обязательно прикупить будет в ближайшее время ой ладно ждем ждем свою очередь здесь в принципе все адекватно двигается все быстро я надеюсь что мы быстренько сейчас чух-чух и поедем на разгрузочку прошло полчасика и сколько семь полуприцепов практически заехало и четыре одиночки за полчаса там тридцать пять минут как бы говоря вот так вот здесь грузит то есть в принципе очередь здесь ну не страшно не всегда конечно тоже бывают моменты когда вот один погрузчик остается и реально очень долго спасибо а так как вы вообще красавчики молодцы все быстро все четко приятно приезжать кайфово но не всегда не всегда тоже бывает постоим и по часу и по два было как-то я два с половиной часа стоял что это прям очень жестко не помню что было то ли взрывные то ли еще какие-то там работы очень долго вот ладно сейчас уже андрей заехал его пропустил вперед себя он сейчас уже будет грузиться скорее всего ну и я за ним поедем по лесу он только что сюда ехал по лесу сказал что дорога вот такая так что будем ехать будем сокращать километры экономить топливо все погрузка и веки началась погрузчик приехал просто максимально быстро только припарковался ручник выжал он уже в горку летел нормалек по времени правда три часа уже через пару часов уже плакать начну где же мы туда-сюда на всех рабочий день качается в 4 часа поэтому мы немного опоздаем так помчали дружка накрылся мне не надо у меня все четенько у меня чуть ниже бортов все разровнял пока стоял на вес перед весами в очереди помчали Андрей просто помедленнее чуть-чуть едет и мне за ним удобнее ехать вот это жесть вообще пипец короче все круто с дорогой в принципе плюс-минус вот только здесь в самом начале ребята которые здесь работают занимаются которые вот ерундой всякой здесь непонятные вообще для меня до сих пор у них там какой-то мтз у них какая-то дтшка и они вот этими мтз и дтшками разбивают там дорогу потому что вот когда проезжаешь их территорию здесь в принципе вообще все адекватно отсев лег вообще просто круто реально круто прям шестую пониженную включил и поехал там можно даже до седьмой подняться вообще быстро ехать круженому без проблем хоп 6 повышенная то есть я реально не перестаю удивляться как круто сработал отсев ладно сейчас уже подъезжаю надо звонить сейчас будем разгружаться разравнивать сейчас а сейчас а сейчас и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok